Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот вчера я выложила видео о том, как готовить картофель наш к посадке семенной материал. И хотела следом снять видео, можно ли резать картофель семенной, если он сильно крупный. Вот такие вот картофелины, можно ли разрезать и посадить. Но я не успела снять это видео и уже пришли вопросы от зрителей в комментариях именно на эту тему, что у нас картофель крупный, можно ли его разрезать. Сейчас я расскажу вам, как я сама делаю и можно ли это делать. Вот я вчера уже рассказывала, что обычно выбирать лучше всего вот такие небольшие. Вот у меня они уже немножко, как я их заранее достала, они подрущенные. Вот такие небольшие. Я даже вам показывала вес. Так, ой, подождите, весы не успели. Ну, до 80 граммов. 50-80 грамм идеальный вариант. И если у вас достаточно такого посадочного материала, то, конечно, без резания лучше обойтись. Потому что это всегда риск, инфекции. Вот такие маленькие, 50-80, это прекрасный посадочный материал. Но если... Потому что резание все-таки считается травмирующим. И если вы положите в холодную и влажную землю, может загнить клубень. Но если все-таки не хватает вот этого посадочного материала. И если клубни у вас крупные, то можно и разрезать. Многие режут. Я сама режу. Если, например, какой-то сорт, мне нужно развести вот этот инноватор, сорт прекрасный, который я высаживаю много-много лет, мне он очень нравится. Я сначала брала всего несколько клубеньков. И когда на следующий год у меня было мало семенного материала, я их все резала. Резала пополам. Сейчас я вам покажу, как я режу. Если клубни большие, вот, например, клубень. Сейчас я весы настрою все-таки. Не хотят весы у меня работать. Но я его взвешивала. Вот клубень 100-граммовый. Вешу, ой, режут обычно на две части. Вот этот клубень весит 101 граммов. 101 грамм. Его вполне можно разрезать на две части. Но тут главное не ошибиться. И некоторые нюансы все-таки есть. Видите, вот у него росточки. Если вы разрежете не так, как я разрежала, а вот так вот поперек, то получится, что у вас вот на нижней половине не будет ни одного глазка. И картофелина, возможно, одна половинка пролежит. Нужно разрезать обязательно. Вот была вот так целая картофелина. Нужно разрезать обязательно так, чтобы на каждой половине был росток. Вот на этом, который уже немножко у меня прогрет, очень хорошо видно, как порезать. Потому что, когда мы только что достаем из подвала, сейчас я вам покажу, который только что достала, не очень видно, где глазки и как его разрезать. Поэтому для того, чтобы удачно разрезать, лучше все-таки, я посоветую тем, кто впервые этим занимается, немножко подрастить, чтобы видно было вот эти зачатки ростков и корешков. Когда резать и как резать? Вот 100-граммовые клубни можно разрезать пополам. Если клубень еще больше вес, есть же вообще огромные клубни. Их можно резать, режут и на три части, и даже четвертуют. Но главное всегда при этом соблюдать правила, чтобы на каждом вот этом фрагменте клубня оставались росточки. Желательно два, три, если уж совсем у вас дела плачевны, совсем мало, но хотя бы один росток. Это все зависит, конечно, от количества вашего посадочного материала. Когда резать? Вот резать можно и в день посадки. Я режу всегда в день посадки. Режем, сразу тут же садим. Но можно резать и заранее, и если вы разложите... Вот, например, получилось, что собирались посадить, порезали, вдруг там какая-то погода, пошел дождь или еще хуже снег, посадка отменилась по каким-то там экстренным ситуациям, можно положить на хранение. Вот так вот положите, срезанной частью вверх, чтобы она немножко подветрилась и чтобы образовалась корочка. Так хранить возможно. Аккуратно разложили, подсушили. Дня через три, через четыре, даже через неделю вы все их можете посадить. Если увидите, что какая-то загнила, конечно, вы ее откинете. Вот, значит, резать можно. Ну, написано в некоторых научных изданиях, что вот при резании надо дезинфицировать или обсыпать древесной золой, или вот когда режете нож, там, обмакивать в растворе марганцовки. В реальной жизни это мало кто делает. Иногда режем прямо на поле. Вот раньше, когда садили большими по 10 соток, по 15, этот мешок вываливаешь, среднего размера садишь, так большую тут же полосуешь на две, на три части, и здесь же садишь. В реальной жизни мало кто обмакивает нож в раствор марганцовки. Но знать вы это должны. Для того, чтобы не занести инфекцию, рекомендуется раствором марганцовки обрабатывать нож, который вы режете, или потом разрезанные клубни обсыпать древесной золой. Это считается как природный антисептик. Ну, вот как высаживать резанные клубни? Тут тоже есть свои нюансы. Раз вы клубень разрезали, значит у него вот эта вот часть, она уязвимая, без защитной шкурочки, и значит тоже нужно к ней отнестись как-то бережно. Нельзя вот такие картофельные садить, например, в перевлажненную и холодную землю. Она может там загнить, потому что когда сыро, холодно, долго лежит, загниет. Но нельзя также в очень сухую землю садить, потому что влага, сухость, влага вот эта вот, которая есть в картофелине, но она, короче, засохнет. Все. Самый оптимальный вариант это такой рыхлый, плодородный, прогретый до 10 градусов грунт. Ну и посадка также, такое же расстояние 20-30 сантиметров в рядку между клубнями, и между рядами 50-70, это кто как садит. Кто-то садит гуще, кто-то садит мельче. Но если все-таки нет у вас такой, как сказать, критической ситуации, и есть возможность выбрать семенной материал из хороших клубней, то еще раз повторю, самый лучший вариант это средние вот такие и не мелкие, и не крупные клубеньки. 50-60-80 граммов, заранее прогретые, пророщенные вот такие, чтобы были зачатки зеленых росточков и корней. Такой посадочный материал даст вам самые быстрые всходы и самый хороший рожай. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И разговор на тему, можно ли резать картофель, и можно ли садить резанный картофель. Ответ, конечно, можно, но только в крайних случаях. Все. Продолжение следует.